Для очередного обзора рынка вторичной недвижимости мы выбрали муниципальный округ Южно-Приморский. Он находится в Красносельском районе на берегу Финского залива. Жилой фонд здесь очень пестрый. Это и хрущевки, и брежневки, корабли, дома, популярные в Петербурге 137 серии, здания недавней постройки. Состояние жилья очень приличное. Даже пенсионеры хрущевки выглядят бодро. Некоторые дома ремонтируют. Один из них нам попался во время путешествия вглубь жилых кварталов. Красносельский район – один из лидеров Петербурга по новому строительству. Поэтому с детскими садами здесь проблема. Но к 2015 году в округе должно появиться как минимум четыре новых детских сада и три школы. Из них два сада и две школы построят в микрорайоне Балтийская жемчужина, который возводится на побережье Финского залива. Главное достоинство Южно-Приморского округа – его экологичность. Здесь нет промышленных предприятий, очень много парков и детских площадок. Из многих домов открывается вид на Финский залив и Дудурговский канал. Поэтому этот район очень любят молодые семьи с маленькими детьми. И если бы не отсутствие метрополитена, район можно было бы считать идеальным для жизни. Округ удален от метро. Местным жителям приходится добираться до ближайшей станции Ленинский проспект на транспорте. Из-за этого квартиры здесь значительно дешевле, чем аналогичные в других частях города, ближе к метрополитену. Средняя стоимость квадрата в Южно-Приморском – 87 тысяч рублей. Очень приличную однокомнатную квартиру можно приобрести по цене от 3 миллионов рублей. Двушку – от 4 миллионов. Жилой фонд разнообразнейший, потому что район застраивался давно и плотно. И тут можно встретить очень разные и по качеству, и по времени постройки дома. Район существенно удален от станции метро. В общем, оно не сильно сказывается на цене и сказывается на спросе. Жилье в этом направлении явно эконом-класс, и ценник эконом-класса, и спрос именно идет на дешевые квартиры довольно большой. Потому что когда людей не пугает большое расстояние до метро. Но, тем не менее, там есть и более дорогие квартиры в кирпичных точках 80-70-х годов постройки. И они всегда исторически были востребованы, потому что находятся в хороших зеленых дворах в интересной зоне. Если не считать транспортные проблемы, то развитая инфраструктура и высокое качество жилого фонда в сочетании с доступными ценами на жилье делают Южно-Приморский округ очень привлекательным.